Здравствуйте, Алексей. Вы давно работаете дилером? 10 лет. Вы работаете только в Киеве или еще где-то работаете? В Киеве. Вы работаете только в Киеве. Как проходит турнир, по вашему мнению? Конечно, да. Вы говорите, что это лучший турнир, который он делал, и он работает очень хорошо. Были случаи, что игроки возмущались? Ну, возмущались на карту, может быть. Си, диши, что в Киеве, что есть игроки, которые были lamentаны, может быть, о каких-то картах, которые не были на самом деле. А кто из игроков больше всего выигрывает? В основном это агрессивные или более спокойные игроки? Агрессивные. Я спросил, какие игроки выигрывают больше, и он говорит, что они выигрывают больше, и поэтому они должны быть более агрессивными. За время вашей карьеры у вас бывали какие-то интересные случаи, или инциденты, скажем так? Конечно, у каждого, я думаю, бывали такие случаи. Какие вы помните, например? Тузыкара, лидам и валетты, да фапа. Я спросил, когда его карьера, если есть какие-то карьеры, если есть какие-то картинки, он говорит, что несколько раз случается, что они делают хорошие руки, но инциденты, обычно, которые они lamentают, ничего больше. А игроки, которые больше выигрывают? Как вы думаете, из-за визе или из-за их способностей играть? 50 на 50. Я спросил, когда вы получаете 50% и бравьера, какой-то уровень? Он сказал, что 50 и 50. Вы играете и вы любите работать как дилер? Иногда да. Он говорит, что он, apart from делать дилер, иногда он нравится играть и он-лик, 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 он-лик. Он-лик, да? Да. Он-лик. Юлия, привет, вы давно работаете дилером? Очень давно, 8 лет. А дедто, что я работаю до 8 лет как дилер. Вы работаете только в Киеве или вы еще где-нибудь работаете? Нет, даже работаю за границей, в Киеве. А где? На Кипре. Я спросил, когда я работаю, что в Киеве работаю, а дедто, что я работаю в Киеве, а в Киеве, а в Киеве, а в Киеве. Про это не очень. Получие случаи, что игроки вы смущались во время игры? Такие всегда казусы бывают. Я спросил, что говорят, что у игроков всегда это такое? Вы всегда будут это такие типовые. Кто-нибудь из игроков вам делали комплименты? Что-нибудь говорили? Как и любой девушке, все мужчины делают комплименты, конечно. Я спросил, что если macht какие-то комплименты, Вы играете иногда в фокер? Вы публикаетесь или же только любите работы с дилер? Иногда играют в интернете в основном. Я спрашиваю, если она делает только дилер или играет каждый раз? Я сказал, что ей нравится играть, но только он-лайн, несколько раз, так, для пассиона. Каким игрокам больше всего везет? Которые более агрессивно себя ведут или более спокойные, изучающие других игроков? Я думаю, что более спокойным игрокам, когда себя комично ведут за столом. Как ведут? Не комично, а общительно, да. Какие игрокам больше успешны в игре? И мне сказали, что обычно победят те, кто-то больше мистерирует, которые, но каждый раз говорят. Спасибо большое за интервью. Удачи на вечере. Спасибо вам. До свидания. У нас есть другой дилер, который называется Валентин. Валентин, здравствуйте. Вы давно работаете дилером? Да, давно. Уже лет, наверное, пять. Вы работаете как дилер до 5 лет, а только в Киеве или вы еще где-то работали? Помимо Киева, еще в городе Кременчуге. Как проходит этот турнир, на ваш взгляд? Как играет этот стол? Есть какие-то очень интересные игроки с особыми приметами или как? Ну, за этим столом я еще не раздавал, но за некоторыми столами есть действительно очень сильные игроки, у которых очень интересная игра, ну и динамично очень проходит вообще весь турнир. У вас есть какие-то интересные игроки? Нет, не было интересных. Ну, в любом случае, пока я раздавал, я не слышал никаких проблем в турнире. В этом турнире не было никакой ламенте, поэтому мы считаем что-то дилер, который привлекает фортуна. Вы играете в ДАФ-покер или это только ваша работа? Конечно, я играю. И онлайн, и онлайн. Он, как и другие дилеры, он любит играть в покер, а также работать. А каким игрокам больше везет, как вы думаете, которые более агрессивно себя ведут или которые более сдержанные и пытаются изучить других игроков, прежде чем сделать шаг? Я думаю, что в покере, как правило, нет везения. Выигрывает тот, кто умеет действительно играть. А за время вашей карьеры у вас происходили какие-нибудь забавные случаи за столом во время турнира? Что-нибудь такое, что у вас остались воспоминания? Ну, особо только какие-то грандиозные риверы или что-то в этом духе. Я спросил, если в его карьере у вас было какое-то incidentе или что-то. И он сказал, что нет. Но, конечно, у вас была какая-то хорошая партия, хорошая команда, хорошая игра. Спасибо еще раз за интервью. Желаю вам удачи. Приятного вечера. Спасибо большое. Вам тоже. Приятного вечера. Вы хотели бы еще какие-то салюты? Кому вы хотели бы дать привет? Никому. Это была шутка. Да не, но это обычная русская шутка, что хочу передать привет маме и папе, пользуясь случаем. Вы говорили, что это шутка, потому что обычно есть люди, которые говорят, что хотят привет маме и папе. А вы уже давно работаете здесь? То есть у вас редкие паузы, я заметила. То есть это тяжелая работа? Вы не устаете за этот турнир? Вы как себя чувствуете? В любом случае не устаете, потому что постоянно что-то как-то считаешь, следишь и у тебя много внимания уходит как бы. А так чтобы особо то нет, ну не устаем. Физически нет усталости. Я говорю, что я знаю, что это очень-то и он, но у меня-то по-четски не устающее. Я говорю, что это сложно, это сложно, это сложно с трудом, или это в какой-то случае, это интересно. Он говорит, что он веселый, но он устанка очень, потому что, из-за того, что он импенитивный, и у тебя много энергии.